Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. Начало января для меня время подведения итогов прошедшего года, он был неоднозначным. Событий в мире смешанных единоборств было немного, но все турниры с участием казахстанских спортсменов получились яркими. Кто же стал лучшим по итогам 2020, расскажу прямо сейчас. Скажу сразу, что наш канал выбирает номинантов уже не первый год и надеюсь в 2021 появится премия республиканского масштаба, где лучших отбирать будут болельщики и специалисты. Сейчас же я назову победителей по версии канала территория ММА и мы подарим им статуэтки с уникальным дизайном. Начнем с номинации промоушен года. Здесь на мой взгляд два лидера, это NFC и Бушидо Казахстан. Последние из-за пандемии смогли провести лишь один турнир, но какой громкий. Гран-при по ММА, гран-при пока один и два поединка по боксу. NFC выложились по максимуму и с учетом крайнего предновогоднего турнира, где лига вышла уже на новый уровень, это победа. Лучший промоушен 2020 NFC. Далее номинация прорыв года. Здесь у меня два бойца, которые показали, что у них есть очень большой потенциал. Нурсултан Касымханов и Султан Жалдашбек. Последний одержал победу на совместном турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве, затем выдал спурт из четырех боев и стал победителем гран-при Бушидо Казахстан. И вот в начале этого года Султан уже одним из первых войдет в сезон на совместном турнире EFC и UAE Warriors в Абудабе. Что касается Нурсултана, то да, он проиграл свой крайний поединок, но я уверен, что он вернется гораздо сильнее. Прорыв года Султан Жалдашбек и Нурсултан Касымханов. Тренер года. Здесь у меня также двое избранных. Это Диас Кабдулов и Игорь Фунтиков. Бойцы Орланы ММА и Тобет Топ Тим суммарно провели больше боев, чем воспитанники других специалистов, чего стоят победы Жосупова, Кимжана, Кабдулы, Самусева, Аслана, Нургажая, Ахметова и Гембердиева. Бой Касымбая. Их поединки были яркими и убедительными. Тренер года. Диас Кабдулов, Игорь Фунтиков. В следующей номинации за вклад в развитие казахстанского ММА я бы хотел отметить Айбека Шакпутова. Выступление Гойти Дазаева, Азамата Маркабаева, Алиби Идриса и нескольких других ребят, которые тренируются в Актобе. Подготовка к дебюту в UFC Шавка Трахмонова, подготовка Мурада Абдрахманова, Дархана Бакенова, Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, сборы Орлановцев. Все эти заслуги ковались в Актобе. Номинация «Характер года». Здесь участники поединка чемпионского боя турнира NFC Улан Тамгабаев и Нурбек Абдрахманов. Побоище, которое устроили эти два воина, стало не только ярким, но и очень громким. Споры о поединке не утихали долгое время. Характер года – Кабдрахманов Тамгабаев. Далее идет номинация «Воля и сила духа». Вот именно так я ее назвал. Здесь также двое лучших. Критерием моей оценки выступала тяжелая ситуация, в которой оказались спортсмены и как достойно они сумели с ней справиться. Евгений Генбердеев провел три поединка в 2020 году. Больше на таком высоком уровне не дрался никто из казахстанских бойцов. Яркая победа в Алматы, затем обидное поражение от Насрудина Насрудинова и под занавес года противостояния против опасного люка Барната. Метис победил красивым нокаутом и снова доказал всем, что он действительно один из лучших бойцов в ACA. Второй спортсмен – это Кайрат Ахметов. После того, как казах снялся с полуфинала Гран-при в NFC из-за травмы, у него было не самое лучшее психологическое состояние. Процесс восстановления, ожидание боя, три месяца в Таиланде в разгар пандемии и снова отмена поединка. Ахметов вернулся домой. Начались тяжелые тренировки, бой несколько раз переносит, но нужно держать форму. В это время Кайрат дважды принимает участие в Гран-при Орлан-Гри-Про по грэплингу среди бойцов ММА. Оба раза доходит до финала и со второй попытки забирает чемпионский пояс. Далее есть дата боя в NFC, но снова травма. Об этом никто не знает. Принято решение выступать во что бы то ни стало. Из-за коронавируса прямо перед поединком снова слетает соперник, но замену к счастью находят. Надеюсь Кайрат не обидится, если я расскажу о том, что он дрался со сломанным на ноге пальцем почти опустошенно эмоционально. Ахметов ярко и уверенно победил. Именно поэтому у меня в номинации «Воля и сила духа» Евгений Егембердиев и Кайрат Ахметов. Далее нокаут года. Здесь статуэтка достается Асалжану Бахаджанулы. Его сумасшедший удар с правой просто срубил Таледа как подкошенного. Бой года. Здесь побеждает Артем Резников и его поединок против Юсуфа Раисова. Рассказывать я долго не буду, вы и так все знаете. Это была яркая и для многих совершенно неожиданная победа. Артем – ты реально лысый хищник. Да и хотел бы добавить, что Резников стал победителем гран-при «Орлан Гриб Про» в декабре прошедшего года. И вот финальный аккорд «Боец года». В этой номинации побеждает Шавкат Рахмонов. Казахстанец дебютировал в лучшей мировой лиге с яркой победой над опасным соперником. Рахмонов продолжает оставаться непобежденным и всех своих оппонентов он убирал досрочно. Шавкат – один из самых перспективных проспектов не только в Казахстане, но и во всем полусреднем весе UFC. На этом разрешите закончить. Поддержите канал лайком и подпиской. Напишите в комментариях, что вы думаете о лучших из лучших казахстанского ММА в прошедшем году. И запомните, в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию ММА. Субтитры сделал DimaTorzok